То есть, как ими стать? Ну, так как вы все патриды, вы когда-то ими стали. Вот международное право определяет определенный порядок получения статуса патрида, статуса гражданина. Зачем это международному праву? А чтобы международное право знало, что вы граждане, а вы, например, граждане одного государства, а вы граждане другого государства. И для этого необходимо определить, как человек становится гражданином. Это не так просто, оказывается. Международное право каких-то доктрин, каких-то нормативных актов, каких-то конвенций нет. Это все в обычае. Но в обычае, в обычае достаточно жестко. Два способа, ну или два порядка, лучше сказать. Первый порядок, общий порядок. Общий порядок получения гражданства. Как обычно, то есть общий, то есть как правило. Вот как правило, вот так. Общий порядок получения гражданства. В данном случае мы деляем два общих порядка. Это по рождению. По рождению. Там есть право почвы и право крови. Ну, скорее всего, это уже, наверное, раздел конституционного права ближе. Мы только общую разметку даем. По рождению два там способа. Право крови и право почвы. Поднимите руку, кто не понимает право почвы и право крови. Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руку, кто родился по праву крови, получил гражданство. Один. Часть по крови. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки, кто получил гражданство по праву почвы. А, вот из разных, всего раз. Хорошо. У России, конечно, один доминирующий способ получения гражданства, но это не наша с вами тема, это тема конституционного права. Ну, вот бывают два основных случая. Крови и почвы. То есть, ребенок получает гражданство родителей по крови, а по почве ребенок получает гражданство того места, где он родился. Например, летел самолет над Соединенные Штаты Америки, и такой, хоп, и яма, и он, хоп, и родился. Когда он летел над Соединенные Штаты Америки, это территория Соединенных Штатов. То есть, это не военные с вами. Тогда он получает гражданство Соединенных Штатов. А рождение, соответственно, родителей... Но международное право начинает вмешиваться тогда, когда там есть коллизия. Коллизия это что-то, ну, что-то неординарное. Например, ну, вы, наверное, знаете, что, как правило, у ребенка два родителя. Как правило. Мать и отец. Так вот, хорошо, когда по праву крови они оба, ну, хорошо в кавычках, когда они оба граждане одного государства. А если один гражданин одного государства, а другой гражданин другого государства. А ребенок? Будет гражданство у какого государства? Вот когда подобные коллизии возникают и начинают, потому что это уже не дело одного государства, вот это в иллюминаторе, на котором находится, а дело уже нескольких государств. Тогда начинает работать международное право. Еще более активное международное право работает во втором общем способе, это натурализация. 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 Натурализация это получение гражданства по заявлению лица. Человек говорит, а можно мне к вам? А мы ему милости просим, у нас лагеря, у нас для вас есть работа, еда, пожалуйста. Это натурализация, человек говорит, я хочу, и в данном случае он получает гражданство. В международном праве, что здесь есть? Опять же, это скорее национальное право, потому что у нас тоже есть определенный порядок натурализации в России. То есть, как получить гражданство в России взрослому лицу, не по рождению. Но международное право, есть там один элемент, который международное право регулирует. Это натурализационные цензы. Натурализационные цензы. Цензы. Это определенные требования к кандидату. Требования к кандидату на получение гражданства. Мы будем брать не всех, да, в наше гражданство, потому что, как, я не совсем понимаю, почему не всех. Ну, считается так, не всех. А только тех, которые отвечают определенным требованиям. Международное право говорит. Ладно, государство, говорит, ладно, вы можете устанавливать, но есть цензы, которые можно устанавливать, а есть цензы, которые устанавливать нельзя. Вот, что регулирует международное право. Нельзя, но многие их устанавливают. Международное право с точки зрения обычаев, доктрин говорит, если государство такие устанавливает, цензы нехорошие, то международная общественность к ним относится не очень хорошо. Давайте начнем с легальных цензов. Так, легальные цензы, то есть какие требования действительно реально можно предъявить. Кстати, эти же цензы можно распространить к будущему супругу или супруге, если есть хорошие цензы, государство же в плане плохих наберет. Итак, первые цензы. Я буду их перечислять по степени их популярности в государстве. И вот на первое место, буквально за мою историю, лет за пять вышел на первое место ценз языковой. Это не значит, что у них есть язык. Это значит, что они умеют разговаривать на титульном языке. Человек, который не умеет общаться, это животное. Даже животное иногда умеет общаться. Но если человек не умеет общаться, а язык это, язык вербальный, невербальный. В данном случае о вербальном имеется ввиду, речь идет. Ну, вербальный, то есть когда мы проговариваем. Если у человека этого нет, он животное нам не нужен. Он считает так государством. Потому что через язык человек может общаться, коммуницировать, мыслить и так далее. И вот язык вышел на первое место. Практически во всех государствах есть языковые цензы. Второй ценз по степени, раньше он долгие годы был на первом месте, по моей статистике личной. Ценс оседлости. Оседлости. Оседлости значит осель. То есть человек приехал в государство и там живет. Живет, без гражданства он живет. На него смотрит. Говорит, как ты? Ну, что, Вася, нормальный такой мужик, например. И он смотрит на государство. Если он долго прожил, мы можем сказать, ну, нормально себя ведет, давайте его возьмем. Давайте. Ну, как бы, как пробный брат. Что-то такое. Что-то из этой техники. Вот ценз оседлости. В России, по-моему, пять лет ценз оседлости. То есть человек должен прожить пять лет на территории России, чтобы получить наши гражданства. И третий ценз из основных. Это имущественный ценз. Из цензов, которые возможны, которые реально существуют. Желудное право не очень возмущается по их поводам. Это очень странно. Это имущественный ценз. Имущество. Если у человека нет имущества, нет денег, нет маленького бизнеса, например, в этой стране, скорее всего, он неудачник. А зачем нам неудачник? У нас все хорошо и без неудачника. И мы их просто не возьмем. Ну, например, есть такие требования счет в банке должен быть, должен быть бизнес. Ну, у нас в России, например, какие, на что похожи? У нас надо госпольшину заплатить. Но госпольшина считается как взнос. Если человек смог наскрести, значит, он полезный в данном государстве человеком. И последний ценз, но такой уже не универсальный. Не универсальный, но применяется. Это образовательный ценз. Образовательный ценз. Но он не универсальный по какой? Почему? Не всегда он используется, не всеми государствами. И не всегда он используется в одном контексте. Ну, например, есть государства, в которых есть требование наличия высшего образования. Но это не во всем. Например, в некоторых азиатских государствах, если... Ну, у них такое было правило, у них есть такое понятие, как колым. Ну, колым это когда выплату за невесту. То есть мужчина платит определенные денежные средства, или скотом, или еще чем-то, и получает невесту. Так вот, если у невесты есть высшее образование, колым уменьшается в два раза. В два раза колым уменьшается. Ну, это понятно, да? Потому что, представьте себе, если супруга, вот мужчина, да? В армии, у вас супруга, вы говорите, мой подслугу. А она говорит, конвенция ООН, да, такая-то, такая-то, самый демон. Ну, ничего здесь хорошего нет. Ну, в этой культуре. И потому в некоторых государствах это не является, образование не является ценностью. Ну, для определенных категорий населения. Все про общий порядок и специальный порядок, или особый, это лучше особый. Особый порядок. Ну, редок, и скорее всего я дам вам концепты и все. Второй, это пожалование, пожалование. Приходите вы домой и кому-то говорите, я сегодня дам вам подарок. Гражданство Швейцарии. Ну, жалуют. В некоторых случаях, действительно, такой институт есть. Пожалование гражданства. И второй, это ОПТАЦИЯ. 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 ОПТАЦИЯ, это выбор гражданства. Например, давайте гипотетический пример. Например, мы отдаем Курилы. На Курилах есть люди. Люди становятся гражданами Японии или гражданами России. В данном случае у них есть право на ОПТАЦИЯ. То есть, они могут выбрать или остаться в российском гражданстве, или перейти в гражданство Японии. Вот и всё, пожалуй, про гражданство и про получение гражданства. Пожалуйста, вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...